Всем привет, друзья! В этом видео я хочу показать вам один интересный лайфхак, как сделать своими руками самостоятельно ветрозащиту, которая будет очень легкая, то есть плюс-минус 4 грамма. Показывать я буду вам на примере вот этой вот горелки. Это не самая маленькая горелка, но все же и вот такой баллон. Я думаю, этот способ подойдет к любым горелкам подобного типа, я имею ввиду, которые накручиваются именно на баллон. Так что давайте приступим. Для этого нам понадобится, сейчас я откручу сначала, нам понадобится кусочек фольги. То есть я уже сделал небольшую заготовочку, вот такой квадрат. Сделаю его в центр. То есть в идеале надо бы здесь сделать дырочку. Вот так вот. И далее просто накручиваем сюда горелку. Все, горелку накрутили. Далее берем фольгу и уделаем вот так вот. Все, у нас есть ветрозащита. То есть сюда мы можем ставить кружечку и никакой ветер сбоку нам уже не страшен. Далее, когда мы воспользовались горелкой, мы берем аккуратненько и обволакиваем ее вокруг нашего баллона. И убираем там куда-нибудь, куда вы там обычно убираете, в кружку или там в какой-нибудь чехол. Допустим, опять понадобилась горелка с ветрозащитой. Без проблем. Берем. Берем. Все. Смятая. Она даже лучше потом. То есть мы сначала, естественно, включили, зажгли. Я сейчас зажигать не буду, потому что здесь пламя пойдет в камеру. И это будет печально для камеры. Поэтому просто поверьте мне на слово. Можете сами поэкспериментировать, попробовать. Способ, как вы видите, он вообще дешманский. Но дешевле некуда. И доступен каждому. Как говорится, ребята, все гениальное просто. Допустим. И вот ставим кружечку. Кружка стоит. Допустим, включена. Ветер дует. И пофигу. Так что, ребята, если вам понравился лайфхак, то палец вверх, подписка желательно. Ладно, ребята, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Вилли, канал Мотохайкер. Еще раз подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Ну, а я прощаюсь с вами на этом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok